всем привет дорогие друзья добро пожаловать на очередной обзор варкапа под номером 305 карта слик инх 3 ок я так понимаю но маппер слик очевидно посвящена на я не знаю наверное либо анху либо индору до либо инхуандеру и андр и так далее в общем то давайте посмотрим я ее не играл я так немножко видел но в целом я думаю мы разберемся так значит тут у нас небольшая тортура идем по по решетке на 3d 3d решетка очень-очень классно далее у нас просто страйфы рампочки по которым наверняка не очень долго прыгать ограниченное количество бфг и батл сюда и мы умираем мы умираем давайте попробуем еще раз но это судя по всему вот вся карта как я видел демки достаточно короткие дональд победил так у нас бфг не отбирают то есть здесь дают еще рокет а еще а еще наверх так и вот это финиш то есть здесь я так понимаю основная проблема на этой карте хорошо вылететь с бфг во первых во вторых очень хорошо исполнить финиш тут судя по всему можно как-то вдоль стены либо вдоль той стены да как угодно и в общем-то роутинг на финише я думаю кто как исполнить это за решает скорее всего телепортов нет это очень плохо но я не знаю как-то маленькая собственно что тут смотреть я думаю что давайте перейдем к демкам хоть сейчас плюс минус пройдем осталось бы фига здесь будет рокет и вот здесь нам то есть а вот у нас есть типа рампочка да а и в обратную сторону ну как-то я не знаю наверно как то так то есть нужно скорее все отсюда в идеале куда-то вот к стене примыкаться да и залетать сразу на финиш ну ладно давайте смотреть я ничего такого прямо сказать перед карты не могу начинаем как себя с уку 3 25 6 кузлех открывал машин ганом двери главное что все получается а вдоль из столба можно ну да ну да ну вы ку-3 конечно шафт вы ку-3 это тяжеловато достаточно так хулиган давай не уходи только кофе делать чай кофе давай паш ты справишься а может и не справиться за кто кто узнает он знает хорошо если мы пропустим какую-то часть темпе я не виноват ну что такие демки отсылать не нужно ребята я вам всегда говорил и буду говорить нажимайте kill отошли куда-то пришли и начинаете играть нажимайте kill чтобы демка у вас было не вот такая так все пошел хулиган да здесь можно значит одним столбик срезать построив все неплохо вы фига тоже неплохая правда трампу не задел получается что с нуля много ну тоже вдоль столба но вдоль столба я так понимаю это основное это основной будет road так керф из китая 24 8 йокер не скипал столбик то есть это уже плюс около секунды то есть минус за задевал рамку чуть-чуть вылетел не совсем с нулем и решил вот так вот ну так тоже неплохо так даже возможно быстрее потому что ну в некотором случае потому что не надо стоять целиться возле этой трубы а можно просто сразу начинать подниматься это будет быстрее 25 механик так столбик тоже не срезал то есть это два прыжка минимум интересный интересный road интересно так тоже с на хорошо вылетел сразу на шар и тоже сразу поднимался даже вот так ну почти мог бы мог бы да наверное залететь на финиш и наверняка так можно ну я думаю что кет возможно нам покажут что-то либо в цепи мы что-то подобное увидим вовка 23 3 тоже значит низкий пола столбик так здесь не использует бфгу хочет на вылет да 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 ну нормально нормально немножко врезался даже вот так нормально блин слушайте вообще нормально шафт единственное что вот под подврезался чуть-чуть это конечно затормозило хотя учитывая что пушка дается не сразу возможно в этом не ничего такого как бы и нету но шафт выполнен хорошо строить конечно можно и получше то что не скипают ребята конечно один столбик это нужно тестить в принципе видно глазом плюс-минус опытным что можно залететь но у у вас еще так сказать все впереди поэтому 22 2 против оптите место поздравляю тебя практику тоже низкий обжигает а я же видел что скипали да этот столбик или что-то не то увидим так ну сбыву бой на самом деле не знаю мне пока вовке вариант очень нравится единственно вопрос исполнения так а кто это сделал такер взял давайте я хочу найти кто-то же скипнула так ты не тут тупо шиву или мне показалось или там нельзя скипнуть так мы помним да что у него там 25 минут он подойдет обзор коротенький немного спонтанный поэтому если что уж не ругайте так сказать так я все пропустил блин пока чая я видел же точно кого-то нет а давайте давайте знаете проще я зайду сам спэм да без разницы какая физика места прыжков нас везде одинаково ну да вот вот заступом пожалуйста можно залететь так ну все значит минус 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 всем всем минус кто не сделал я почему-то что у меня вылетел механик что сделали кузлег вообще сделал так ладно трое место ковид он же он же кто так тоже прыжок не скипал ну то есть это целый прыжок это больше даже это очень много времени так много скорости но ну как-то бы вот одну фигу не сейвить все таки как сделал вовка хорошо залетел четенько мог бы еще в пол правда под себя пострелять но ничего страшного ну и первое место кет 19 8 тоже не скипал в чем смысл не скипать так ребят если кто-то шарит в этой карте ну вот это даже фагана вылетит очень все хорошо то есть вовка был были же всех по идее к рекорду ну и шаг безопречный ну не самый прямо но очень даже хорош получается что вовка был ближе всех к этому просто он это исполнил по мере своих возможностей а кед это сделал по мере своих если дать вовке там скилл не скилл допустим опыт да как бы скилл можно измерять опытом в целом если если мы не смотрим на зерга конечно но если дать думаю вовке там опыт ковида да или про кип-попа хотя про кип-поп не самый конечно опытный то вовке мог бы быть очень даже хороший темп но то он единственный кет сделали на вылете в фигу что ну вовка не совсем так сделал но опять же по мере своих возможностей но это немного расстраивает ну что очевидно чтобы фигу надо на выход вкидывать типа одну обязательно нации ладно мистер машу и майка 2370 пм поехали тут у нас ну тут у нас на был джампами можно всяко разно поскипать естественно боковыми кнопками не поворачивает всю бы фигу тоже потратил руки чем кстати говоря неплохой и тоже по трубе ну пока что очень не не уверенно но это естественно все придет с опытом а пока что я порекомендую больше играть стрейф именно карты какие-либо там про старый еще что-то у меня на канале можно найти плейлист с видосами там есть 10 стрейф карт которые нужно поиграть в общем-то для уверенности просто в движениях для ориентирования себя в пространстве и так далее стрейф в первую очередь надо играть всем грубо говоря там новичкам кто еще не освоился потому что стрейф очень помогает медленно вкатиться в эту тему потому что пушки это очень быстро 26 же косу неплохой вариант но опять же это медленно пады медленно в нападах вернуться тоже надо скипать более так стать это более эффективно но нормально хорошо поднялся уже более уверенно себя чувствует все неплохо так шихуа 29 вот просто четенько забрался такой вариант тоже имеет место быть бфг не самое эффективное опять же всю бфгу потратил еще и в рампу него вал это все очень большие минусы еле как по идее забрался и таким вот образом финиш почти в ку-3 ну нормально нормально так кузле 275 кузлях а где кузугу кузлях напиши к нам где кузугу потерялся а вот кузлях наверное и заскипал да у него у него всегда цп очень похож с веку 3 поэтому я позволю себе скорее всего это кузбек сделал этот скилл сделали его я бы дал кузлях тебе конечно за оригинальность даже да но учитывая что по сути никто этого не сделал кроме тебя давайте убедимся давайте убедимся конечно это все сделал медленно но это очевидно это должно быть быстрее если это не быстрее то не за ну и кет таки таки отставать и кета посмотрим кепа ты сделал из кет этого не взял возможно это и медленнее из-за дальнейших спейсинга в скорости и так далее 4 2 но просто я не знаю по моему этот под скипать быстрее по моему ну ладно не отвлекаемся так сказать кинай нансин 21 5 чуть-чуть перебил кузляха ничего страшного я глотну кофеек без асмр а вот тоже пожалуйста человек либо видел либо сам нашел очень быстро быстрее флики но лучше мы конечно но нормально кстати движение мышкой мне нравится то есть понятно что это все очень медленно пока что исполнил но движение мышкой мне в принципе нравится то есть возможно если товарищ из белоруссии будет стараться чуть лучше то будущем он будет очень очень сильно я так могу сказать потому что эти флики они вроде как достаточно четкие понятно что нужно добавить еще немного опыта и практики но низом не нравится мне понравилось так синтакс 25 опять же тоже 21 и 5 так бы фигу оставил на выходе но она судя по всему не использовалась до минус 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 конечно тебе так минус минус говорю best x8 тоже получается скипал вот хотя бы завязанного фига уже хорошо и от стенки а даже так ну неплохо неплохой вариант но опять же медленно потому что до финиша нужно еще сделать целый прыжок который можно по идее зашифтить 24 квик йоу квик тоже вот скипнул всю убавку потратил скорости с ракеты мало ну да как-то слабенько конечно слабенько возможно карта не очень удобная для клика но тем не менее это очень слабенько для клика я считаю что это очень слабенько так тоже самое время поставил мантура из германию мантура но вылез хороший но опять же по фигу не оставил ну тоже вот более-менее адекватный вариант прохождение финиша так шар кости 20 0 все тихонечко даже видите по чекам его плюс 800 а там было плюс 600 если еще второй пат задевает немного потерпеть поторопился с последним и это сыграло с ним так сказать плохую шутку но финиш плюс-минус хороший но вот в фига конечно пока все хромает но она и понятную не каждый раз на картах видишь бы фигу я это понимаю но нужно как-то адаптивнее себя показывать 20-20 или 19 гипп лунтик 800 ну лунтик тоже бы фли не заюзал не знаю что вы прям меня расстраиваетесь финиш что-то тоже шафт понятное дело тоже не каждый раз видишь на картах но опять же потренируетесь посмотрите какие углы нужны что как я не знаю выглядит пока все как попало просто прошли все кипиш 19 0 так кипиш реквестировал его дэнфу с третьего лица пожалуйста давайте будем смотреть третьего лица так до свободного ставим использую не промпуху небольшой минус но поднялся хорошо и то что он быстрее фил до финиша это минус потому что нужно здесь надо шафчивать до финиша так хулиган 18 4 но тут нет у меня чека конечно посмотреть бы посмотрим на топовом месте как бы топовое место явно сделал все правильно вот вот это хорошая бфг было и до финиша себя чуть-чуть под шафтим все вот 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 так на 7 гикус 18 4 плюс 800 такой же чек акулунтика вот ребята вообще идеально финиш взял но лучше бы конечно прислониться еще к стене и пошафтить мара ну-ка 18 0 и он мука вообще смотри плюс 1 и 1 супер старт вот только у него был даже настолько много скорости что это было не обязательно не обязательно было поворачивать после рампы он бы долетел точно бы долетел и небольшой минус что очень много ходил пешком когда дали шафт то есть чтобы подняться очень долго ходил пешком я думаю что в цпм нужно искать какой-то роут чтобы от стене трубы подниматься от стены потому что ты летишь в цпм тебя много скорости тебе мне кажется что надо от стены находить какой-то способ понятно что от синтон тяжело фиг пойми куда кинет и так далее но я рассуждаю как бы допустим как сделать быстрее вот и все 17 6 ну может и можно сделать спейсинг себе классненький от ракеты вообще 1 и 2 чек все быстрее и быстрее у нас получается старт бафагу завязал потом ну вот да например тоже хороший вариант вообще не прыгал хороший хороший вариант 2 . красавчик так эфиоп который русский 17 1 ну старт послабее конечно минус 3 получается от предыдущего зато очень хорошая бафага это же от стены и тоже можно сказать аналогично то есть ну тут уже просто в исполнении я так понимаю разница потому что стартовая фиопа даже на на 03 хуже чем углу . так нью-йорк путин лэнд это у нас россия я так понимаю 2 бы фиопа и вот cpm я думаю внутри тоже так можно вполне себе хорошо хорошо то есть это с цел багом уже у нас ребята подъехали то есть кидаем 2 бафаги можно и больше а более чем уверен что можно и больше наверное давайте посмотрим не будем не будем торопиться так стеза 16 8 14 вообще чековен правда вот не стрейк потом это большой большой минус тоже 2 оставил чтобы сразу залететь на ракету ну не знаю может быть и нет смысла делать больше но финиш хороший еще бы шафтом себя подопнул к финишу было бы вообще отлично механик 16 2 так чека у меня здесь нет этого онлайн тоже тоже точно также еще и задом и поднялся как ой ну финиш конечно немножко запорол да ну ничего страшного ничего страшного уже сильно уже сильно пошло уже круто 15 8 хэйз соболезную хэйз стрейк тоже не самую лучшую механика быстро гораздо лучше это же 3 бафаги оставил 1337 были и все четенько нормально нормально боюсь представить что там на полторы почти секунды быстрее на самом деле прокипа 15 4 вообще пока что самый лучший вариант показал по моему как раз таки механик или кто-то до механика так много демов что я не особо запоминаю очень быстрый финиш кстати говоря очень классный финиш получился вариант когда ты с первого ящика прыгаешь на третий забыл джамп мне кажется там намного быстрее потому что если делать вот как про кип-оп ну давайте пузо посмотрим 15 3 если он сделал как надо то я попутно и объясню наглядно то здесь вы еще летите в воздухе над этим ящиком а при дабл джампе с первого тоже очень хороший финиш ну здесь пуз выиграл скорее всего на том что у него финиш был получше про кип-оп делал финиш как бы от другого угла да а пуз сразу к финишу двигался и это немного быстрее так-то рейн у нас третье место поздравляю рейн 15 и 1 почти 15 и 2 надо медленнее старт медленнее по-моему такое тоже для бы фиги тоже вот старт по точнее финиш побыстрее все сделано четко но на финише немножко прям вот запнулся это конечно печально так зигра за 14 8 не сербии вернулся наш товарищ вот я про это говорил 16 а вот то есть это это просто настолько очевидные вещи которые вы не делаете я говорю сейчас не про лунтика там хотя лунтик уже достаточно опытный я говорю не не про там кузлеха да и там каких-то я не знаю вот не про гриб не про гриба и кузлеха например кто еще возможно такие вещи не видит я думаю что про кип-оп то уж и вот вообще вот топ 10 это должны видеть такие вещи потому что это очевидно быстрее ты ты проводишь лишнее время в воздухе типа ты играешь ты фраг они в героев типа не стратежку какую-то не в шахматы ну в общем ладно дональд первое место поздравляю тебя дональд давайте посмотрим на эталонное исполнение сдавал джампом все четенько 17 скорости много еще и пуст и отлично и почти и грубо говоря получился правда вот финиш по моему у рейна у рейна и вот у с газа самый четкий финиш самый такой вроде как адекватный ладно пойдемте посмотрим результаты в общем-то демок в ку-3 было очень мало на что в ку-3 карта такая себе будем честны да и цпм цел 26 демок дональд собственно получает 50-го рейтинга дональд вообще выбился уже в топ-1 цпм и в общем-то неплохо неплохо а чид на 10 у нас ту кипиш получил минус один думаю ничего страшного пус сыграл как сыграл получил ноль ничего необычного до 0 и кузырях получает минус 7 но это лучше минус 7 что у него было среди по пластику то есть он мог получить то есть он получил меньший минус из полученных я так понимаю в общем то вот такие вот результаты всем спасибо такой вот коротенький обзор и не знаю по поводу следующих обзоров не знаю по поводу стримов сейчас все очень грустно у меня телефон сломался так что в общем то приходите на стримы не знаю когда они будут ну и все всем удачи всем спасибо всем пока